Всем здравствуйте! С вами снова интернет-магазин Antelive.com.ua Впервые, наверное, представлюсь. Меня зовут Александр. Хочу записать для вас ролик, рассказать вообще о ситуации на рынке на данный момент. Что такое сейчас китайский телефон, что стоит покупать, что не стоит покупать, какому бренду уделить то или иное внимание. Я не знал, что положить в кадр, что крутить в руках во время этого обзора, если так это можно сказать, камеру на себя третьего лица наводить не хочу, как это делают многие. Ну, не нравится мне так. Хочу записывать обзоры свои вот так вот. Поэтому в кадре у вас сейчас есть мои телефоны, мой рабочий телефон и мой личный телефон. Значит, хочу рассказать о том, что было раньше. Года три назад, когда только китайские телефоны начинали быть, скажем так, модными, первые модели, которые мы все знаем, это вот эти все китайские деревянные айфоны, китайские какие-то подделки, которые были очень низкого качества, которые были настолько деревянные, что я не знаю, как люди тогда ними могли пользоваться. То есть, именно тогда, вот по моему мнению, и был заложен тот стереотип вот этой вот китайской техники, что вот Китай гомно, Китай не умеет делать, Китай делает дешевое и некачественное и тому подобное. Сейчас ситуация, в принципе, это вся изменилась. Телефоны вот эти китайские дешевые как продавали, так и продают. Мне лично непонятно, как тогда можно было пользоваться такими моделями. И, в принципе, объяснить это я могу тем, что, ну, к хорошему быстро привыкаешь, а если к хорошему привык, то к плохому уже будет очень сложно вернуться. По поводу того, что сложно было, как этими телефонами пользоваться, мне, в принципе, понятно, люди пользовались. Но сложнее было, наверное, даже продавцам, которые давали какие-то гарантийные обязательства на эту технику, и как они ее могли воплощать в жизнь, эту гарантию. Я не знаю, потому что клиенты есть разные. Есть люди, в принципе, которые не требовательны, которые покупают телефон, пользуются ним как для звонков. Но есть люди требовательные, которые в те времена, наверное, хотели смотреть телевизор, хотели там снимать на камеру, хотели вот все-все-все-все-все вот это вот делать. Я не знаю, как продавцы давали гарантию в то время. Я поставил свои телефоны в режим ожидания, потому что, бывает, люди тоже звонят, даже в воскресный день. Поэтому мы будем продолжать. О том, что есть сейчас. Сейчас есть те же китайские телефоны, есть бюджетные модели, которые стоят там 200-300 гривен. Я не знаю, как даже в данный момент можно ними пользоваться. Считаю, что из этой категории телефонов, вот рабочий телефон, копия Nokia 67, наверное, он металлический, он классный, он имеет две сим-карты. Это именно рабочая лошадка, аккумулятор можно Nokia в ски ставить. То есть, ну, очень удобная модель. Вот эту модель рекомендую. Стоит то ли 200, то ли 300 гривен. То есть, цена, в принципе, очень хорошая за такой аппарат. Значит, есть дорогие китайцы, есть китайцы брендированные, то есть, от таких брендов, как Meizu, Xiaomi, Oppo. Дорогие китайцы, которые, в принципе, которыми мы не занимаемся сейчас, которые, возможно, выпускаются там для внутреннего рынка. То есть, китайцы внутри страны у себя ними пользуются. Это хорошие аппараты, надежные, классные, там, с классными деталями, сборками. То есть, все-все-все там на уровне. И есть средний сегмент, в принципе, которым занимаемся мы. Это модели, цены которых не превышают 3000 гривен в Украине. В принципе, такие модели покупают, и нам интересно такие модели продавать. Есть некоторые варианты, когда цена выше, но так получается, так слаживается. И такие модели иногда тоже продаем, так как на них тоже есть спрос. Значит, за счет чего образуется цена, политика образования цен? Раньше, когда было, наверное, годика 2-3 назад, вот этот вот недорогой сегмент моделей, модели не превышали стоимостью до 2000 гривен. На тот момент мы продавали различные модели там, ну, с наименованиями Star, Hero и тому подобное. С тех времен, как только появились модели Zoppo, появились Teichel, модели начали дорожать. Дорожать они в первую очередь начали потому, что китайцы начали использовать для изготовления своих моделей действительно лучшие детали, лучшие экраны, лучшие процессора. Ну, процессора там особо по разницам нет, MediaTek компания выпускает, в принципе. Бюджетные процессора, ну, там в другом дело. Вот эти все датчики, оптика, камеры, сами дисплеи, там, матрицы. Это все, чем лучше, тем оно дороже, естественно. Как я уже говорил, мы занимаемся средней категорией. Это, в принципе, такие доступные модели до 3000 гривен. Есть модели и бюджетные, то есть и 1500 гривен есть в Украине, можно купить. Есть и дешевле, есть до 1000 гривен. На все эти модели есть спрос и, в принципе, они отвечают, точнее, ну, стоимость отвечает за свое качество. Или наоборот, качество за стоимость. То есть, модели действительно стоят этих денег, их можно покупать. Я бы хотел, вот я отвечаю также на звонки клиентов и очень много задают вопросов по поводу китайцев. То есть, ну, есть люди, которые присматриваются к этим моделям уже давным-давно, уже много чего знают. А есть люди, которые вот просто недавно услышали, что вот есть какие-то хорошие китайцы, намного дешевле, чем оригинальные модели, там, официалы от Samsung, от HTC, от Sony, там, допустим, такое. Вот, и такие люди задают очень много интересных вопросов, ну, для себя. То есть, они не знают ответов на них. Я хочу сделать оговорку, что я не был в Китае, я могу в чем-то ошибаться. В данном ролике я излаживаю сугубо личное мнение, которое сложилось просто из личного опыта продаж этих телефонов. Так вот, чем отличаются на данный момент китайцы, хорошие китайские смартфоны на Android от официальных моделей Samsung, HTC? Ну, во-первых, основное отличие это софт. То есть, если китайцы в основном выпускают свои модели и устанавливают прошивки сырые, то есть, голый Android, там, да, версия Android, новая, современная, там, допустим, 4.2, 4.1, там, Android, сейчас уже там есть 4.3 Android. На китайцах еще такого нет, по крайней мере на смартфонах, вот таких вот бюджетных. В первую очередь это софт. У Samsung, у HTC там свой софт, смысл софта это программа, то есть, это как Windows на компьютере, делают эту программу, запиливают ее под свое железо. То есть, этим можно объяснить, скажем так, если взять тот же Samsung Note 1, у которого вроде бы одноядерный или двухядерный процессор, но который слабее гораздо, чем сейчас современный Mediatek 6589. Но на Mediatek игры могут глючить, игры могут подлагивать, а на Samsung с их софтом, с их железом и с пониманием разработчиков игр, что вот есть Samsung компания, и под нее нужно делать игры, запиливать под эти. Вот на Note ни одна игра из современных не глючит. Это означает, что вот как продукция Apple, айфоны вот эти оригинальные, на них софт собственный, там нет шага влево-вправо, ты там не имеешь такой многофункциональности, как на Android, с такую свободу действия. Но там настолько все четко работает, настолько все хорошо друг под друга заточено, что там никаких глюков, багов просто-напросто нет. Вот это основное отличие оригиналов от, я так говорю, оригиналов Samsung, HTC от, допустим, зоопа, Тиэшелли. Еще есть отличие в запчастях с тенденцией того, что сейчас весь мир старается делать все лучше, новее, тоньше, больше экрана, тоньше рамки. И китайцы тоже сейчас делают очень классные экраны, но пошла такая политика, что нужно делать тоненькие экраны, а поэтому запчасть, вот эта вот основная запчасть смартфона, это экран и сенсор стекло, вот это верхнее. Так вот, сейчас, если не дай бог вы уроните какого-то Zopo, допустим, Zopo C2 или Zopo 980, то, чтобы купить в Китае запчасть, это обойдется порядка 100-110 долларов. Если вы уроните какой-нибудь Samsung, S4, Note или Note 2 или еще какой-нибудь, вы не думайте, что вы купили официал и будет у вас там дешевый ремонт. Да сумасшедших денег стоит как оригинальная модель, так и китаец, потому что технологии и там, и там применены очень высокие. И вы на Samsung купите дисплей или модуль тот же, потому что там неразборная деталь, это дисплей плюс тачскрин в одной детали. Может и 1000 гривен быть, может и 1500, то есть, ну вот в этом еще разница. То есть, если на Samsung, там на HTC сейчас можно купить в Украине запчасти, то есть в Китае их просто нужно будет ждать. Идем дальше. Сейчас, в принципе, и как и 2, и 3 года назад, очень много моделей было ноунеймовских. Я объясню, что такое ноунейм в моем понимании. Это модели без имени. Это модели, которые неизвестно где собраны, неизвестно кто их выпускает и кто их доставляет, вот эти все китайские площадки, поставщикам на продажу. Кто их вообще выпускает. Я имею в виду, блин, ну даже вот про такой бренд, как Star, как Hero, который был когда-то популярен. Всякие Тенжао, всякие вот эти современные новые названия, которых сейчас просто не счесть. Что влечет за собой покупку такого смартфона? Во-первых, все вы должны понимать, что Китай дает гарантию от себя, то есть 12 месяцев официально от завода. Но мало кто знает, что как только модель снимается с производства, как только модель уже не выпускается, ни запчастей, ни новых моделей, ни по гарантии у вас телефон этот не примут. Если же вы захотите купить себе, допустим, уроните этот телефон, ноунеймовский какой-нибудь, какой-нибудь Тенжао, вы просто не найдете на него запчастей. У нас были ситуации, когда приходил с завода брак, когда мы говорили, давайте мы его вернем по гарантии, то есть замените нам его. Нам говорят, что нет, модель снята и уже без вариантов. Мы начали искать эту запчасть в Китае, мы просто-напросто ее не нашли. Поэтому, если вы покупаете ноунейм, то будьте готовы к тому, что у вас просто нет гарантии. Если вам повезло и вы получили рабочий ноунейм, да, без проблем, я не отрицаю этого. Есть хорошие ноунеймы, есть хорошие камеры, хорошие прошивки стабильные, все это есть. Но это все может вылиться потом в то, что, во-первых, ни прошивок никаких не будет на форумах, ни обсуждений. Люди эти модели не так хорошо покупают, как брендовые модели от Китая. Соответственно, ни прошивок, ни софтовые проблемы вы не сможете решить, ни запчасть в Китае не купить. Да и в Китае могут вам отказать по гарантии. Поэтому наша политика такова, что в нашем ассортименте практически нет этих ноунеймовских моделей. Мы возим только заводской Китай. Что у нас сейчас есть в ассортименте? Сейчас перешли только на заводской Китай в виде таких моделей, как Zopo, TSL, Umi, Jiu и тому подобные модели от Китая. Эти модели, во-первых, они популярны. Все модели Zopo, все модели TSL, все модели Umi, они покупаются. Есть очень много тем на форумах, есть очень много прошивок к этим моделям. То есть устранить какой-то софтовый конфликт в телефоне, ну это вообще не тяжело, можно его перепрошить на ту, на ту, на ту прошивку, попробовать то, 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 то. То есть за брендами однозначно плюс. Плюс еще в том, что есть к ним детали. Если что-то ломается, вы на этих всех площадках китайских сможете эту деталь найти, вы сможете спросить совета у людей на форумах, которые являются, ну непосредственно владельцами этих моделей. Поэтому я советую вам делать выбор только на бренды. Не покупайте копии там на Samsung, вот те модели, которые, на которых где-то вот здесь там пишется Samsung, где-то вот здесь там пишется, что это тоже Samsung. Это все пройденный этап для меня лично. Я знаю просто, что случись что с этой моделью, ну ничего вы не сможете сделать, если будет нужна какая-то, например, деталь к этой модели. Поэтому в нашем ассортименте только бюджетный заводской Китай. Я бы хотел ответить на вот те вопросы, когда многие люди звонят и спрашивают, вот, ну нравится мне, допустим, там, какая-то модель от Teichel, какая-то модель от Zopo, какую мне выбрать? Я бы хотел рассказать о каждом бренде по чуть-чуть, ту информацию, которая у меня есть из моего опыта. Значит, во-первых, модели, точнее, бренды Teichel и Zopo являются изначально как конкурентами между собой. Первые модели выпускались практически в одном и том же дизайне, в принципе, с одними и теми же техническими характеристиками и конкурировали друг с другом. По практике так сложилось, что модели Zopo всегда чуточку дороже, чем Teichel. По надежности, в принципе, и те, и те достойны внимания. Ну, давайте отдельно про каждый бренд. Бренд Teichel. Наверное, существует уже года два как минимум. Довольно-таки большая линейка моделей. Есть модели и флагманские, топовые, с двумя гигабайтами оперативки, с классными Full HD экранами. Все у них хорошо. Есть и прошивки на форумах. На каждую модель есть на форумах российских, в российском форуме есть. На 4PDA есть прошивки, есть куча информации. Есть заводские прошивки на китайских порталах. То есть, по прошивкам там вообще без проблем. По поводу запчастей тоже есть магазины, которые продают эти все запчасти. Тачскрины, дисплеи, все можно достать. По поводу брака. Каково количество брака? Во-первых, я скажу так, что софтовые проблемы – это не брак. Это абсолютно не проблема для любого человека, который может умеет прошивать эти телефоны. Это никоим образом вообще не считается браком. Софтовые какие-то конфликты – это ерунда. Брак – это когда у вас не работает дисплей, у вас не работает тач, не включается телефон, там не работает камера, там не работает еще что-то. Рассказывать про то, как часто ломаются динамики, микрофоны, тоже не буду. Потому что это 5-минутное дело – заменить этот динамик, микрофон. Они стандартные, подходят от любых моделей. Это вообще не есть проблема. В любом городе по месту жительства вы можете подойти в любую мастерскую. И человек, который делает какие-то Ноки и какие-то Самсунги, он сделает вам любой динамик микрофон на китайцев. Так вот, по поводу брака. Если продавать много, если продавать в больших объемах эти TSHL, то брак есть. В основном брак заключается в выходе из строя основной детали – это дисплей и тачскрин. То есть в основном проблем с материнскими платами, проблем с процессорами нет. Процессор Mediatek, MTK, процессора очень классные и довольно-таки надежные. То есть, ну практически никогда они не ломаются, не горят. То есть, все отлично. Я не говорю сейчас, я хочу, чтобы вы правильно понимали мои слова. Я не стараюсь вас сейчас отговорить от той или иного бренда. Я просто хочу рассказать вам, ну что такое Китай, что такое брендовый Китай, что такое ноунейм Китай. Что и пытаюсь сделать. Я не хочу вам сказать, что TSHL плохие телефоны. Нет, отличные телефоны с отличной надежностью, с отличным качеством. Ломаются, наверное, так же, как ломаются Samsung, как ломаются HTC, как ломаются Nokia. Поэтому, да, брак есть. Брак есть всегда, везде. Бывает, выходит и строят дисплей тач, бывает что-то с камерами, там пропадает камера. Ну, это нужно в каждом случае разбираться отдельно. Бывает, просто отщелкивается камера или что-то подобное. То есть, модели однозначно классные и однозначно нужно брать, нужно покупать, если вам нравится. Плюс у TSHL всегда великолепный заводской комплект. Постоянно идут два аккумулятора, постоянно идут чехлы книжки, различные бампера, куча аксессуаров, постоянно в подарок. Идем дальше. Бренд-конкурент Zopo. Zopo тоже самое, линейка очень большая. Модели в закупке немного дороже всегда, чем модели TSHL. По качеству модели также очень классные. Браков практически нет. То есть, брак, в принципе, случается с такой же частотой, как и у TSHL. На форумах прошивки есть, информации море, куча. То есть, совет можно будет спросить у владельцев данных моделей. То есть, тут вообще тоже без проблем. Есть вот сейчас очень популярная модель Zopo C2, Zopo 980. На форумах пишут люди о том, что вот очень хрупкий тачскрин у этих моделей. Ну, вы знаете, да, многие люди обращаются, что вот там уронил легонько, придавил, там что-то еще сделал, что лопнул тач, там треснул. Я считаю, что это не брак, что это не минус этого производителя. Это просто, ну, будем так это называть, особенность этой модели. Нужно просто аккуратнее обращаться с этой ручной техникой. Это все ручная техника. Блин, если уронить и Samsung, и Zopo, и TSHL на асфальт, лопнет и то, и то, и другое. Еще я хотел сделать пометку по поводу вот этих всех Gorilla Glass экранов, каких-то там AMOLED экранов, Gorilla Glass стекол точнее. Вы должны понимать то, что это все запатентованные технологии. Это все торговые марки. Gorilla Glass, там AMOLED дисплей. Это все технологии того или иного создателя или либо производителя. Вот эти все вопросы о том, что, а вот на официальном сайте написано, что Gorilla Glass 3. А вот вы точно подтверждаете, вы проверяете вот эти вот моменты? Нет, конечно, не проверяем. И более того, нигде это не подтверждено. Но если бы эти все моменты были подтверждены, допустим, в какой-то были сопроводительной документации к этим всем моделям, то вся эта техника, она бы стоила значительно дороже. Потому что за использование вот этих всех торговых марок нужно платить деньги. Мы живем в современном мире, и каждый зарабатывает. То есть это авторское право, это все технологии. И не могут китайцы вот просто писать, что там у Тейшелли, W8S, вот люди говорят, что на официальном сайте заявлено, что Gorilla Glass 3. Я в это не верю. Я могу лишь добавить от себя то, что когда телефон на разборке, когда, допустим, в неугодность приходит тест-скрин, мы его проверяем канцелярским ножом, там, либо пинцетом каким-то, либо еще чем-то таким шкрябаем. Стекла такие, что очень сложно, очень нужно постараться, чтобы оставить на них царапину. Поэтому то, что закаленное стекло, я не скажу, ну, точнее, то, что Gorilla Glass стекло, я не скажу покрытие. Но то, что закаленные стекла хорошего качества, это однозначно плюс, это однозначно правда, и это не миф. То есть, во всех современных смартфонах вот таких вот идет стекло, пластика уже нет. Вот здесь у меня стоит пластик, потому что это дешевый, плохой телефон китайский. Это хороший, это уже из разряда более хороших. Ну, естественно, это же iU-G2, уже старенькая модель. Идем дальше. Современные бренды сейчас появились, вот, же iU, UMI, iOcean. Это, я не знаю, ну, честно скажу, я не знаю, завод это или это не завод. Но модели очень классные. У iU разновидностей моделей, наверное, штучек 5 всего лишь. iU-G1, несколько модификаций iU-G2, iU-G2s, iU-G3 с многочисленными модификациями процессоров. Там турбированный, нетурбированный, двухъядерный, четырехъядерный. iU-G4 то же самое, многочисленные модификации. Также там, вот, в ближайшем будущем предполагается выпуск iU-G5, iU-G6. Это классные модели. Это модели, опять же, с многочисленными прошивками, с многочисленной информацией на наших форумах. Это модели популярные. То есть, если вы купите эту модель, вы будете довольны. Вы не останетесь со своей проблемой один на один. Плюс всегда можно купить запчасти на эти модели в Китае. То есть, тут все тоже классно. По количеству брака. Опять же, я даже не буду говорить о софте. Софт всегда делается, всегда прошивается. По софту всегда в нормальном телефоне, в брендовом Китае все будет нормально. И русский язык тоже, это уже такой вопрос. Конечно же, все китайцы идут на русском языке. Как бы, либо идут с завода, либо некоторые модели нужно прошивать. Если модель требует прошивки на русский язык, мы обязательно это делаем. Если не требует, мы не трогаем. По поводу ЖИЮ. Были у нас, скажем так, объемы продаж этой модели немножко ниже, чем ЖИЮ и ЗОПО. И просто ассортимент ниже, поэтому ниже объемы. Поэтому брака как-то в памяти у меня меньше заложилось. Ну, были браки дисплея. Тоже были браки тачскрина. По камерам, не помню, ничего не было. Было, само собой, микрофоны, динамики. Были случаи, когда люди прошивались, и от прошивок начинал тачскрин жить своей жизнью. Прошивались обратно на нормальную стоковую прошивку, на нашу заводскую. Все становилось на свои места. Бренд УМИ. УМИ, буквально парочку моделей. Есть УМИ. Хорошая есть УМИ. Есть заводской УМИ. А есть такая модель, блин, обжиглись в свое время, обожглись в свое время на этой модели УМИ-С1. Как нам сказал потом наш поставщик, что это никакой не УМИ. Это просто модель, которая выпускается с логотипом от УМИ. Поэтому тоже внимательно, тоже уточняйте. Модель настолько плохая, что у нас приехало 5 единиц. Две из них были с бракованными аккумуляторами, которые пришлось с помощью местных мастеров восстанавливать. Аккумуляторы нигде нельзя купить, ни в Китае, нигде их нет. Софт паршивейший. Переворот вроде и работает, вроде и не работает. То есть, ну, не телефон, а вот китайское говно. Извините. По поводу УМИ. УМИ-Х1, УМИ-Х2, УМИ-Х1С. Все модификации УМИ-Х2 это классные действительно телефоны. По УМИ-Х2 у нас вообще не было никогда никаких проблем. Тоже объем продаж меньше, чем Тешель и Зопо. Но ни по дисплею, ни по тачскрину никогда никаких проблем не было. На данный момент хочу выделить бренд Lenovo как самый надежный бренд среди Китая. По моему опыту. Бренд, который сейчас в Украине становится официальным. Очень хорошие модели выпускаются. Есть флагманские модели, есть модели уровня Samsung S4. То есть, дорогущие модели, которые там стоят под 4000 гривен. Есть модели очень дешевые, до 1000 гривен. Есть модели 1500, 2500, 2500. То есть, самый большой, скажем так, ассортимент. Такой хороший ассортимент. Все модели популярны. Есть ударопрочные, влагозащищенные модели. Хочу сказать, что знакомство с этими моделями у нас началось с модели Lenovo A750. После этого был популярен Lenovo A789. Но как-то в то время мы не покупали большой ассортимент этого производителя. Всегда брали эту модель, одну A750, A789. А потом, вы знаете, вот как-то начали покупать и дешевый, и дорогое Lenovo, и средней ценовой категории. И все, абсолютно все Lenovo, они очень популярны и очень востребованы. По качеству. Есть у нас и на российских форумах, и есть официальный Lenovo форум, есть всегда софт. Мы всегда с завода, когда приезжают к нам Lenovo, мы их все всегда прошиваем на русский язык. Потому что они идут либо англоязычные, либо с частичным русским языком. Поэтому, друзья, Lenovo на данный момент я выделяю как номер один по качеству, по надежности. Если говорить о технических характеристиках, то ZOP, TSHL, UMI по техническим характеристикам они будут выигрывать у Lenovo. То есть, я имею в виду о, допустим, вот этих вот пресловутых 2 гигабайтах оперативной памяти, о 32 гигабайтах встроенной, о каких-то суперсовременных крутых IPS-экранах с Full HD разрешениями экранов. Это все-таки есть, у Lenovo модели не такие технологичные. Но, не всегда счастье в цифрах, не всегда счастье вот в этих вот циферках, которые показывают, что это Full HD или HD экран. У Lenovo в первую очередь это качество, это надежность. Я не помню в своей практике ни одного брака тачскрина по Lenovo. Я не помню ни одного брака дисплея по Lenovo. Единственное, что вот скажу честно, первый K900, который к нам приехал, то эта вот флагманская модель, вот эта дорогущая, на первом обожглись, был брак, был потухший экран. Так мы его и не восстановили, будем человеку либо деньги возвращать, либо телефон новый какой-то другой. Под другим Lenovo у нас проблем никогда не было. Не было. Всегда, в принципе, было пару раз ломался динамик микрофон, такое было. Что еще по Lenovo? В современных, новых Lenovo, в таких моделях, как Lenovo S820, Lenovo P780, K900, у них уже и прошивки классные. У них уже прошивки уровня Samsung, уровня HTC. То есть присутствуют многочисленные вот эти вот датчики, датчики там доставания из кармана, датчики жестов какие-то, датчики такие, что ты можешь, тебе звонят, ты не нажимаешь, не клацаешь, ничего. Просто сразу берешь и телефон подносишь к уху. То есть Lenovo для меня сейчас это номер один. Во-первых, это популярные модели, их очень классно берут. Нам это выгодно, я ничего не буду скрывать. Во-вторых, с ними очень мало проблем по гарантии, классные прошивки, стабильные, честные данные по аккумулятору всегда. И я не указал этот момент, когда рассказывал про NoName. Очень часто в NoName завышает производитель характеристики аккумулятора. Очень часто завышаются вот эти все технические характеристики камер, там всех особенностей. Очень может отличаться от того, что пишется на сайте и того, что ты держишь в руках. Это очень все отличается. В брендах, в Lenovo, в Zop и Teichel все характеристики соответствуют. Все, что выложено у нас на сайте, все полностью соответствует. Иногда отличается комплектация от поставки к поставке, она может отличаться, потому что это мы не можем контролировать. Поэтому, в принципе, все, что я хотел вам рассказать, вроде бы рассказал. Я знаю, что будет много негатива. Ну, может быть, немного. Надеюсь, что будет немного. Потому что есть, наверное, люди, есть просто негативные люди сами по себе, которые ничего не несут плохого. Точнее, ничего не несут хорошего, а хотят сделать только окружающим людям только плохое. Я надеюсь, что этот ролик вам был интересен. Извините, что он такой долгий, но очень много можно рассказывать по поводу этого всего. Очень много вопросов задают. Очень много людей хотят знакомиться с этой китайской техникой. А поэтому решил записать обзор. Надеюсь, вам понравится. В принципе, на этом все. Буду делать для вас обзоры дальше. Мне это нравится, мне это интересно. Вы видите, какая техника у нас, какую стоит покупать, какую не стоит покупать. Я не всегда не говорю лесных, никогда не говорю лесных каких-то слов о той или иной технике, если она такая есть. Если плохо держит аккумулятор, я об этом и говорю. Если аккумулятор держит хорошо в моих руках, значит, я об этом и говорю. На этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Иногда буду снимать вот такие, по моему мнению, интересные обзоры для вас. Не просто сухие какие-то обзоры на модели. Буду делиться с вами своим опытом, своими какими-то знаниями. Если кому-то будет полезно всегда, буду этому рад. Спасибо. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Оставайтесь с нами.